Рекламная фишка 2012 стартовала. В течение нескольких дней признанные российские эксперты и ведущие специалисты рекламной индустрии общаются, проводят мастер-классы и оценивают уровень работы участников конкурсной программы фестиваля. На креативщиков, дизайнеров и рекламистов смотрят дружелюбно, но жюри настроено на поиск профессионалов. Уже фестиваль становится некой средой обитания и нам действительно радостно, что мы можем создать такую тусовку, площадку не только рекламы производителей, но и рекламодателей, заказчиков, поощряя одних и стимулируя других. То есть нам кажется, что мы развиваем этот рынок и совершенствуем его в более высоком и качественном уровне. Лучшие работы конкурса можно увидеть теперь в художественном музее. Впервые здесь открывается выставка работ, не имеющих, как утверждают организаторы, никакого отношения к искусству. Рекламисты занимаются маркетингом, а не самовыражением, ремеслом, а не творчеством. И это участники конкурса, к счастью, уже усвоили. Работы стали более лаконичными и, значит, более грамотными, потому что тот жанр, в котором мы работаем, это все-таки непалекская миниатюра, это шершавый язык плаката очень часто, это, значит, знак, если говорить о стиле фишки, который, в общем-то, задача которого всего-навсего отличается от окружающих. И участники фишки, они это понимают как-то на уровне уже подкорки. В этом году рекламная фишка вышла на международный уровень. Всего на конкурс было подано 256 заявок. География участников впечатляет. Россия, Украина, Казахстан, а также заказчики из Лондона и Стокгольма. Вот сейчас я ходил по выставке и поймал себя на ощущение дежавю, как будто я иду там по какому-то Дому культуры в Киеве, на Киевском международном фестивале рекламы. И вот, ну, похож уровень работы в каких-то моментах начало совпадать с хорошими уровневыми фестивалями в нашей стране. Но невзирая на общий оптимизм жюри фестиваля, не все эксперты спешат его разделить. Сверхъестественных достижений в российском рекламном рынке пока не наблюдается. Двигаемся медленно, зато честно. Ивановская фишка, она честная. То есть здесь настоящие работы, которые висят на улицах, которые часто кривенькие, косненькие, не очень удачно сделаны. Но они настоящие, да? Они работают, продают. И они, очевидно, оплачиваются заказчикам, приносят ему пользу, приносят ему деньги, а значит, они настоящая реклама. Большая проблема в том, что уровень рекламы зависит и от уровня рекламистов, и от уровня заказчиков, и от уровня экономики. Экономика у нас, как мы знаем, не ориентирована на потребительские производства, поэтому она не ориентирована на рекламу. Заказчики у нас зачастую не образованы, и рекламисты, к сожалению, обладают той же самой проблемой. Но мы наблюдаем год за годом. Я не вижу фишки таких драматических прорывов, но я вижу каждый год медленный, неуклонный рост. Мы видим, что мы все-таки растем. Конкурсные работы будут оцениваться в нескольких номинациях. Стайл, принт, фото, стрит, интернет, супер и медиафишка. Оригинальный замысел рекламы и мастерство исполнения – вот главные характеристики, которые попадут под зорки глаз профессионалов. Один из критериев, когда выбираешь первое, второе или третье место, посмотрел, оценил с точки зрения профессиональной, а потом закрыл глаза, отвернулся или вообще отошел, что помнишь. Потому что мы тоже люди, члены жюри, такие же воспринимающие рекламу человечки. Так или иначе, на нас это в той или иной мере влияет. Вот хочу я пожалеть этих старушек, хочу я в плес, увидев вот этот календарь с замечательными наличниками. Ну, это себя так не спрашиваешь, но вот просто думаешь, что помнится, что торкает. Чья рекламная фишка станет лучше, мы узнаем в эти выходные. Но в кулуарах уже обсуждают возможных претендентов, одним из которых называют рекламу прошедшего этим летом музыкального фестиваля Head Sound. Нина Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.